И если большинство Майдана случайно захочет, чтобы Украина была открытая, чтобы были одинаковые права для всех, независимо от этнических вопросов, независимо от сексуальной ориентации и так дальше, тогда это так будет, и тогда ультраправые уйдут. На самом деле у нас ультраправые, они не совсем ультраправые. В общем-то там 90% абсолютно таких людей, которых ультраправыми назвать нельзя, с моей точки зрения. Поэтому я думаю, что эта проблема у нас, в общем-то, Марина права, отпадут все, кто... Настоящие ультраправые стоят на баррикадах, а другие ультраправые, они толкают лозунги. Просто даже те, кто стоят на баррикадах, они не собираются, ну, извините, там уже за такие подробности, там, топить евреев и вешать москалей. На самом деле. Они их не собираются этого делать. Так там есть лидеры славы евреев. Да, я про что и говорю. То есть ультраправые, ну, в понимании, вот почему у нас к нам отношение, там, к Майдану плохое, все считают, что ультраправые, это те, кто топят, я же говорю, евреев, вешают москалей и расстреливают всех остальных. А здесь они тебя назвали ультраправыми, там, может быть, или оно же приклеилось к ним ультраправыми, но на самом деле они таковыми нет. Которые убивают... Да, вот ничего, свода охранялась, инагогу и... Нет, 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 не те, кто на нашей территории спустят ультраправые. Да, ультраправые люди, которые собираются... Но это было массовым явлением. У вас вопрос? Да, у меня вопрос. Подолго. Да, очень, спасибо. Миша, я не по... То есть, я не по отношению, не по праву, не по сексуальным меньшинствам не имею отношения, но я имею отношение к тем, к Генрих Бойль, например, организации, к которой я обращалась, чтобы мы развивали какие-то отношения по поводу управления интернетом. Это для нас супер-супер важно. А мне ограничивали тем, что только защита в правах сексуальных меньшинствах. Я реально никакого отношения не имею отношения к этим меньшинствам. Не в том отношении, что я к ним принадлежу, не в том отношении, что я как-то их осуждаю или поддерживаю. Но я считаю, что это совершенно неправильно. Когда вот фонды западных организаций поддерживают абсолютно четкую ориентацию, которая расстраивает наши украинские... Ну, они спрашивают вашу позицию. Почему они не спрашивают мою позицию? Они мне говорят, что я могу подавать только гранты, которые ориентированы на защиту... Ну, это, по-моему, вопрос не совсем относится... Да, ну, это не наша тема. У нас ликвид фидбэк, это прямая демократия народа. Это не по-настоящему, вы не по-той теме пришли. Это в другую группу. По-той теме, по-той теме. Подождите, подождите, вот смотрите, у нас раскол Украины произошел по поводу того, что мы хотим быть, там, гомосексуальными или, там, какие-то... Я вам, послушайте меня. Ассоциация Евросоюза не подразумевает сразу введение в Украине законов о том, что признание сексуальных меньшин или додавание права. Вы понимаете, что вы жертва, по сути, простой медийной провокации со стороны партии региона? Нет, я не жертва. Нет, я не жертва. Можно, можно, я против, я против. У нас есть важная тема. Пожалуйста, не забирайте, это наше время, это наши деньги. Нет, нет, женщина, мы вчера с ней общались, она... Это не ее главный вопрос. Тут вопрос, она действительно, это не ее главная проблема, поверьте. Просто у нее сейчас, очевидно, наболело. Я считаю, что тут проблема, кстати, в обществе в принципе. Потому что, допустим, считается, что на Вальвуле более свободные люди, которые более стремятся к демократическим там ценностям, а на Востоке люди, которые требуют... Можно эту политическую тему вынести в другой... Я хочу все-таки ликвид шутбэк, и большинство собралось из-за этого. Ну, давай-то по руках. Как можно, чьи темы можно отлить из этого ликвид шутбэка, и как людям со всех сторон, с разной ориентацией... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Выработка такого-то решения, да? Выработка будет очень долго. Сейчас, одну секунду. Но где здесь вопрос? Можно 20 лет давать. Если люди обсуждают, это им интересно, это их волнует. Почему это нужно отсекать? Нет, вопросы... Я бы, например, отсекла любые изменения в Конституцию на данном этапе. Да это ваше мнение. Это мое, естественно, мое. Я бы сказала, я не хочу услышать, что скажут. Совершенно верно. Почему бы и нет? Ребята, мы все перешли на политический спор. Я считаю, что это неправильно. Я хочу выйти опять на мета-уровень. Если вы хотите установить систему, которая действительно служит горизонтальным структурам, то ни одному из вас нельзя вмешиваться в какое-либо содержание, которое будет в этой системе. И если там будут голосовать о том, как лучше всего выбрать евреев, тогда об этом-то будут голосовать. Вопрос не в том. Вопрос как людям, например, которые на востоке. Как им сказать, что эта система такая же для них полезная, как Майдан. Потому что вы сами говорили сейчас, что вот мы на Майдане. Мы еще не на востоке. Я только за то, чтобы в эту систему возможно больше людей, в том числе из юга, из востока. Чтобы им это было интересно. Потому что они понимали, что это не тайный заговор бандеровцев, а эта система, которая позволит всем вместе, и чем будет больше их, тем больше они смогут... Это вопрос качественной рекламы просто. Какой им дать посыл, чтобы люди понимали, что это инструкция... У нас нет механизма заставить всех зарегистрироваться в адрес. То есть, соответственно, человек есть внутренняя мотивация, да? Он берет на себя какие-то обязанности. Если он висит в этой системе, значит, он хочет не работать. Он хочет высказать свое мнение. Он хочет дискутировать, этот человек, да, который регистрируется, и влиять на принятие некого решения. И в этой системе тогда он несет ответственность, да? И если он несет ответственность, то это уровень политической культуры. Он выделяется. Это самая мотивация человека. Если человек не хочет, он лучше пиво и посмотреть телевизор. Он никогда не зарегистрировался в этой системе, ему не интересна эта система, ему не интересна дискуссия. Он будет потом кричать, что это кровиски бандеровцев. Да пусть себе кричит. Если он не хочет в этом принимать участие, как его заставить? Не заставить. Я вот хочу вопрос. Если у вас есть какой-то промоушен, да, то есть, чем вы привлекали людей, допустим, в свою квартиру? Мы привлекали людей, которые хотели участвовать тем, что у нас уже была система, которая работает. Причем мы привлекали ЦДУ, которые от нас политически супер далеко, да, но они увидели, вот пираты этим занимаются. И они сказали, мы это тоже хотим. И так же это случится. Сначала запустите ликвид Майдана. Просто, опять же, это может быть еще одним фактором, который раскалывает. Нам нужно факторы, которые всех объединены. Сейчас руководство, конечно, скажут, что мы раскалываем. Есть люди, которые имеют монополию. Если руководство, то мы сейчас не рассматриваем, потому что на другой планете. Женя, знаете, принципиальная разница от того, чего вы говорите, например, моя. Давайте я сейчас объясню. Вы хотите, все время намереваетесь администрировать работу людей. Вы хотите установить правила, сказать, про это можно говорить, про это нельзя говорить. Этих людей обязательно включить, этих вообще не включать. Дайте возможность людям проявить свою свободу. Каждый, здесь главное препятствие, это личное желание участвовать и быть активным. Если его нет, вы не заставите человека. Ограничивать нельзя. Так я наоборот говорю, какой дать посыл людям, которые сейчас считают, что... Посыл простой. Постройте свою жизнь сами, свою страну построите сами. Начиная со своего города и заканчивая всей страной в целом. Постройте сами. Вот это простой посыл. Формировать территориальные общины, формировать самоорганизацию, создавать ОСН. Почему это нельзя пропагандировать как одно из элементов будущей системы? Если люди уже одна в Луганской области, в Луганске, в городах, создать территориальные общины. Ну, если ты не говоришь, тебя не слышат, что до того... То есть ты хочешь, чтобы тебя услышали, перегистрируйся, расскажи. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Мы обоуменцем удовлетворили самообороты. Ограничные самообороны начали создавать в Луганске. Все сказали, ой, кошмар, там казаки, так и так и так и так и так и так. Ради Бога. Пусть создаются. Они организовываются Сейчас они решают какую-то конкретную проблему Они защищаются от бандеравцев, которые к ним должны приехать Бог в помощь Но они работают вместе Следующая задача у них будет совершенно другая Они поймут, что они могут работать вместе И дальше решат задачу лавочки возле этого подъезда То есть это не проблема Понимаете? Тут сам принцип, что люди организовывают Это не так важно Оно все равно отсеется Потом какие-то вопросы Просто если это изначально поставить Как ликвид Майдана То с него А с него это не подъехать Монтана, ликвид, анти-майдана Нельзя делать два Чтобы люди тогда Ближе к минимали В другую сторону Скорее я хотел сказать, что мотивация людей Она зависит в том числе От той практической повестки Системы направлены То есть если там будут интересные вещи В которых люди могут быстро увидеть результат Это будет сильно влиять на мотивацию Повестку Вы знаете, что повестку должен формировать Тот, кто приходит, участник Если я прихожу в компанию И говорю, что компания скучная А почему она скучная? Наверное, я такой не очень веселый Вы приходите сюда С веселым настроением Создавайте настроение Тот человек, который приходит с системой Он должен создавать повестку сам Они говорят Ребята, сделайте мне хорошую повестку Тогда, может быть, я приду Ну, коллеги, по-моему, этим счет Хотя бы выбор Ну, должен быть Нету царя Не должно быть ни царя Не должно быть дяди Никого Сам приди и сделай Люди активные и люди пассивные всегда Есть люди, которые создают настроение А есть люди, которые к этому настроению Сразу подтягивают Для того, чтобы нам охватить И стать чем-то более существенным Нам все равно нужно этих вот неактивных На настроение все равно ловить На востоке, на юге активные есть Это их цель Тянуть остальных, кого они смогут притянуть Теперь по поводу мотивации Она будет Вот мы первые в Киеве начали наоборот Создавать самооборону У нас потянулись люди Почему? Они охраняют свое имущество Они охраняют спокойствие своих соседей Родных, детей У меня у самого была мотивация Запустить движение Потому что у меня дочь я пошла в школу И я читаю бегущую страху Ну, там, какое-то количество машин Я не знаю, доехала она до школы или нет Что произошло по дороге То есть, вот, если брать проблемы Которые касаются каждого Вот та же лавочка Пусть как-то не канально звучит Но она коснется всех жителей этого дома И они отработают эту проблему Следующая проблема может быть больше Скверик между двумя домами Я утрирую, но Вот те проблемы, которые цепляют На самом деле, с них нужно начинать Кстати, вопрос по обороне Если вы встречаетесь ночью В темном переулке С вооруженными бандитами Чем эта оборона может помочь человеку, гражданину? Смотрите, первое У нас есть... Можно предложение... Одну секунду Это не совсем тема Может, на очередь Я могу потом сказать У нас решение... У нас решение принимается Вот практически В литве сельбеки, технологии То есть, идет идея, обсуждение Пауза, крайне маленькая И дальше принятие, коллегиальное принятие решения Так вот, по поводу бандитов В темном переулке Они подходят к ним Сразу звонится на пункт милиции Сразу звонится в самооборону Майдана И сопровождается, а куда они пошли То есть, мы отдаем себе отчет Что мы не можем предотвратить их преступные действия Но, мы можем создать условия При которых в этом районе Будет очень сложно что-либо плохое сделать И на мой взгляд, это именно наша задача Сколько у вас человек? Это стратя и вытеснение Через нас прошло около ста человек Не, не Принимающих решение Вопрос фактического масса людей Которые способны нормально с Константином общаться И когда за рамки фактически выходят Начинается движение Понимаем На самом деле, вот Приятно удивлен теми людьми Которые пришли к нам в самооборону Это абсолютно нормальные, вменяемые люди Умеющие вести дискуссии И понимающие, что у другого человека Может быть другое мнение Ну, это На этапе мобилизации Которые приходят Мобилизации в некую инертное состояние У нас начинаются дрязги Это обычное состояние Не, не, не Мы здесь конкретной задачи Мы больше Совершенно верно То есть началось все с конкретной задачи Дальше мы будем это развивать А вы можете мне, если хотите, вот мне Дмитрий Отнесал вопрос Да, конечно Читайте, я просто Может, 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 что-то обсудили Может, 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 что-то обсудили Без элементов власти Без элементов власти Да Можем здесь люди готовы через минут 20 Минут 20? Нет, нет, 20 Засекаем Все, время пошло Не, ну, тут-то уже все готовы Минут через 10 даже Да, у нас все быстрее иногда происходит У нас бывают скачки в их обществе Какая роль партии при ликвид-демократии? Роль партии, любой партии при ликвид-демократии Это роль адаптера Любая партия может взять на себя ответственность Мы будем выполнять вашу волю У нас это так, что у нас ликвидная демократия Исключительные партии И только члены в ней принимают участие Наши депутаты выступают за всех членов Можно сделать и так, что депутаты сами по себе говорят Мы подключаем вас к официальной, сверхофициальной системе Как преодолеть сопротивление этих лидеров в группировок Которые боятся утратить свое влияние при принятии решений? Надо начинать не сверху С рекламой, а с низу Когда их люди захотят принимать участие в этой программе Они потеряют свою власть, если они будут этому стоять в дороге Надо сначала людям объяснить, как важно, чтобы их лично, их голос был слышен И тогда их лидеры будут им помогать выполнять это коллективное желание Возможно ли внедрение для Майдана без формирования партийной организации? Да, очень возможно и даже нужно То есть я бы не формировала никаких организаций, никаких групп Потому что все это опять настораживает людей Как только у вас будет название как группы, вы сразу будете целью А если вот вы просто в открытых структурах работаете Вот все, кому интересно установить такую систему Встречаются тогда тогда Как преодолеть сложности интерфейса И нет людей, которые далеки отойти Мы уже отвечали, есть альтернативный интерфейс И может быть надо запустить проект, может быть еще какой-то более простой сделать Наверное, надо сделать более простой Уточнение на примере вашей работы На примере пиратных, 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 какой-то У нас есть альтернативный интерфейс Вы должны посмотреть, он ли вам простой достаточно Вообще-то я в 15-м году получаю государственные средства Причем их немало На свой собственный проект я буду вырабатывать интерфейс для Liquid Democracy Которым могут пользоваться дети с 12 лет И он будет очень простой и очень такой изящный Но это будет еще, я в 15-м году, он еще не будет В 16-м будет Насколько важен дизайн интерфейса для популяризации? Дизайн безумно важный Я бы его сделала очень-очень простым Пытаетесь избегать всяких айконов, символов, типа там украинского флага Или все, что может как-то политически быть заряженным И очень мало элементов Чем меньше, тем... Всегда очень соблазнительно встраивать функции Но чем меньше функций, тем лучше Ну и тут, в принципе, дублируют вопрос, но я его прочитаю раз уж есть Какая правильная стратегия продвижения через экспертные группы, через лидеров группировок или обращаться напрямую к рядовым активистам? К рядовым активистам, и причем вот я очень советую через лица, которые знали И никогда не дооценивайте этот эффект Я вот научилась за последние года 4, как безумно это... У вас еще тоже было вопрос? Да, мне было вопрос Здесь нужно голосование за идеи, проекты, решения, а не за лица, фамилии и так далее Так как раз вот эта вся система За лица, фамилии голосовать нельзя Вообще нельзя Можно делегировать свой голос кому-то Можно соседу, можно маме, можно политику Но все вопросы здесь это содержательные вопросы И это первая система, которая разрешает людям по-настоящему напрямую высказываться на вопрос и содержать Я прошу прощения на это опознание, а можно это донести до всех наших соседей, бабушек, дедушек? Вот мы этим и занимаемся Прошу прощения Мы именно этим и занимаемся Первое, самое-самое важное Это чтобы все, кто когда-либо услышали об этой системе, обратились ко всем своим Хотя бы вот слово «Ликвид Фитбэк», чтобы это уже было на уху У меня есть Ну у нас сейчас как раз будет, как говоря, идет спор Пока лидируется живая демократия Когда было первое голосование, это было сетевая Сетевая, она днет многим Для многих сетевая, это, знаете, канадскоптовая компания, которая носится и навязывает свои ножи всем Поэтому сетевая, так это Живая пока вот такого перевода дословного, естественно, использовать не получится А там Что вы думаете, это про территориальные промазки? Чтобы это следует... Но эти системы можно адаптировать в «Ликвид Фитбэк»? Это не проблема? То есть есть идея створения территориальной громады Майдана Майданцы, территориальная громада, и тогда можно срегулировать Ну это один из путей легализации решений принятых в кентр На мой взгляд, это просто инструмент, не более Территориальная громада – это крупность людей, которые проживают на украинской территории, и они имеют свои офис-проблемы. То есть это один из инструментов, который в пошуку решений для целей. В моей точке зрения, в тот момент, когда появится в Украине одна более-менее крупная территориальная громада, которая будет использовать эту систему эффективно, вот с этого момента будет гораздо проще нам всем заниматься. Поэтому это очень важно. Пропонубите в этой экспериментальной партии. Запросто. Ребята, лишь бы было количество активистов. Смотрите, где можно начать? У нас есть инициатива, я не помню ее фамилии, которая там, где люди берут власть. Игорь Деткофф. Громады, которые берут власти в свои руки, для них это естественная вещь, которая поддерживает очень хорошо. Есть вопросы, которые нужно решать. Иначе не работает. То есть люди собрались, 40 человек, они сели, там, в задовой штурме, там, в динамичной мараже, они в течение дня двух власть. Нет, здесь уже громады, которые взяли власть в свою руки, снизу. Они уже живут в живот. Для того, чтобы их развивать? Громада Рима Белоцерковская. Она не дает ответы на многие вопросы, связанные с полицией, с прокуратурой, с официальными службами и многих других причин. Она дает о том, что конвоз, но не отвечает на политическую работу территориальной громады. В территориальных громадах сейчас находятся загоны самообороны. Они организовываются в середине территориальных громад. Нет, мы говорим про территориальные громады, Кернижовая Рима Белоцерковская, еще до Майдана. По времени просто физически не успеем. Там развивается система. По времени просто не успеем. Пока не находятся территориальные громады, вплоть до занятого помещения, это нужно, ну даже районы, это все равно 100 тысяч человек. А из них нужно хотя бы 50-60 тысяч подключить к этой системе. Это фактически не получится. Это более длительный проект. Тут есть тоже одна ошибка системы. Мы говорим, что надо похватить как можно большее количество населения на какой-то территории, и тогда эту систему весьма запускать, да? Нет. Нет. Если люди готовы брать в себе ответственность, соорганизовываться, останавливать коммуникацию между собой, принимать общее решение, они берут в себе ответственность что-то делать. Не обязательно 50 тысяч населения в этом районе. Может, с подъездом. Они сомневались, приняли решение и сделали. И все остальные потом подтягиваются или не подтягиваются. Но люди, которые самомотивированы на какое-то действие, они могут в этой системе участвовать, вырабатывать общее решение. Ну, вы знаете, для меня было откровением то, что Марина собирается эту систему внедрять в школу. Школа — это небольшие коллективы. Мы до этого постоянно говорили, до этого приезда Марины, о том, что ЛЭД должен накладывать огромное количество людей. Только тогда решение получится качественным. То есть вот, честно говоря, еще не знаю, как это получится. Начнем с домов. В общем, в домах не нужно будет их подчеркивать непосредственных систем. Они, сейчас, то, как я планирую. Это дом делегирует кого-то и обсуждает в малых группах с ним те решения, которые он выносит на ликвид суда. Простой пример. Вот есть шесть этажей, да? Три верхних этажа готовы скинуться на ремонт, и они скидываются, договариваются даже в системе какой-то общей, договариваются. А какой этаж не договариваются. В результате делается ремонт в трех верхних этажах и в одном нижнем этаже, да? А вот до этажа не делают ремонт, ничего не готовы вкладывать и не готовы никого делегировать. Более того, если вы это сделаете, себя будут судиться до потери пульса, потому что вы уже рупировали Васю. А я сталкивался с другими. Когда эти вот верхние три этажа и один нижний этаж делают ремонт во всем парадном. За свои деньги? За свои деньги, да. И за того дядю Васю, который... Да, за того дядю Васю. Они должны были решены, готовы они это делать? Они хотят жить в нормальном парадном. И они делают вот для того дяди Васи, который просто их обругал на общем собрании. Потому что я в этом не участвую. Это проблема дяди Васи, я думаю... Сейчас, секундочку, коллеги. Ну, не было случаев подачи в суд, на самом деле, когда сделали ремонт в парадном. Нам нужно под... Я был свидетелем, я был свидетелем, что подавали в суд за ремонт в парадном, именно потому что в самом парадном сделали ремонт, а там его квартира, и он был против этого ремонта и судится. Ну, есть... Надо подписки, чтобы хотя бы не выражать. Есть адекваты, есть неадекваты. Неадекваты есть всегда. На адекватах рассчитывать систему нельзя, и нельзя планировать... Смотрите, сейчас, возможно, вероятность есть, что будут приняты требования МВФ, и начнется повышение тарифов на... На сегодняшний день вся Украина отапливает улицу, всем пофиг, потому что цена на газ неадекватная. Как раньше кормили хлебом свиней. Понятно. То есть, вот эта инициатива, когда людям надо собраться и заизолировать просто свой дом. Ну, вот у меня напротив кооперативный дом. Вот я живу не в кооперативном доме муниципальном, а напротив кооперативный. Они собрались за год, накопили денег, и в осени весь дом обшили пенопластом. Вот. Сразу другие деньги за это пенопластом. Причем, сдало в порядке 70% жильцов дома. Все. В демократии, надо понимать, есть один шаг, который в Украине, по-моему, очень тяжело сделать с украинцами. Это когда мы дом, и мы понимаем себя вдруг, как мы этот дом. Я сегодня не дядя Вася, а я этот дом. Этот дом принимает решение. Причем решение большинства. И даже если 30% против, все равно они тоже приняли это решение за. Хотя они были против, хотя они голосовали против, но дом принял решение за. Это образование из людей в народ самый демократический процесс, который бывает, и его надо понять. У нас 70 лет монопольное правило на принятие решения имело партия. Не, не, поэтому людям сейчас... Одна вообще, одна. А сейчас их несколько между собой. Ну, хотя бы к нескольким партиям. Еще и сама. Буду, наверное. Да, это тяжело. Видите, ребята, поэтому я занимаюсь политикой. Я в Германии не занимаюсь вот активизмом в смысле вот такого вот, я это не делаю в Германии. Я в Германии иду в школы. К детям. Я образовываю детей. Потому что дети будут строить эту страну как-то. И им надо знать, вот как это получается, что из людей вдруг становится народ. Вот как это получается? У нас в школу... Через 10 лет будет Тарасская партия для Германии. Да ладно, не проблема. У нас... Ну, тут вопрос в доме, что нужен какой-то активист, хоть один или двое, чтобы вел какую-то документацию. Кто-то, чтобы бюджетом занимался. И вот в этом проблема, что люди боятся брать на себя ответственность. То, что есть такой вопрос, что... А, вот этот сосед он никогда не будет платить. Это тоже есть такое, но нет такого... Ну, это можно как бы нивелировать. Ну, не платить, ладно. Это... Это можно еще решить. Но то, чтобы брать на себя ответственность, вот тут такой большой вопрос для всех. Я не знаю, но вы здесь сидите, то есть какую-то ответственность вы все на себя взяли. То ли вот развивать эту систему, то ли просто передавать это людям. Но какую-то ответственность вы все на себя взяли. То есть есть еще люди, которые берут на себя ответственность. И чем больше им будет, тем больше... Ну да, это вопрос каких-то социологов. Вот раз не будет прорекламировать это весь, подать вот кому-то, кто там зовет. То есть я думаю, что дальше... В царе написано построить, и они придут? Да. Однозначно. Это конкретный пример. Вот это вот причины. Работающие живут. Да. Ну как, это даже надо весь день тратить, ну, дни тратить, например, там, в разные организации. Отвращать вопросы дома, там, коммунальные какие-то вопросы по хозяйству. Это все... Люди боятся, что это все на них падает. То есть все свободное время будет несвободное. Каждый или поздно они свалятся. Кроме них самих... Никто эту жизнь не организует. Они себе строят нормальную среду, в которой они будут жить. А кто кроме них это сделает? Кому они нужны? Вот и все. Система... В чем преимущество именно этой системы? Что она, вот как сказала Марина, она не напрямая демократия, а смешаная. Тот, кто хочет, тратит время. Кто не хочет, делегирует. Но не Васи, там, в партии, которого глаза не видят. А тому человеку, который хочет этим заниматься и которому он доверяет. Я говорю о распространении этой идеи, о популяризации. Потому что, например, на окраине города Луцка, в доме, никто на это не хочет. И там, ну, во всех областях тоже люди говорят, а кто за это будет браться? Зачем нам вот это объединение? Ну, вот есть сарайчик, там, я кушаю, ращу и мне в падик. А эти паи земельные я сдаю в аренду. И все, получаю какую-то тонну зерна. И, ну, и никто не хочет объединяться. Смотрите, на самом деле вот то, о чем мы сейчас разговариваем, это скорее не инструмент, скорее идеология принятия решений. Она может быть в той или иной форме. Опять же, вот в Германии Марина рассказывала о том, что бабушка, например, написанная на бумажке и отдает систему тому, кто введет эту систему и выданет предложение бабушки в этой системе. И дальше ее обсуждение этого предложения. Иначе человек этот не получает второй голос бабушки. Я так понимаю. Но бабушка может также прийти в какое-то официальное место и сказать, вот мой номер, я хочу делегировать свой голос на такой-то номер. Там сидит какой-то оператор и говорит, вот, пожалуйста, я вам. Да, но тут я открываю суть вопроса в том, что, допустим, в Киеве или возле Киева людей, которые хотят заниматься этим, можно делегировать голос найти проще, чем, допустим, по всей Украине, по региону. Да, чем по Украине. То есть есть места, где просто нет людей, которым можно делегировать голос на уровне вытянутой рути. Если они есть, там на уровне депутата, которого никто не знает. Но так есть уже сейчас. Так есть уже сейчас, и оно ничего хуже не делает. То есть, ну, не будет там, будет другому нельзя. Ну да. Но последние заводы, которые стоят, просто растаскивают кирпичи, последние кирпичи растаскивают. Надо с чего-то начинать и куда-то идти, но сразу не возникнет. Конечно, нужно... Во всей Украине всех вы... Одномоментно? Одномоментно есть. А может, если вы сейчас начнете строить, может, через 20 лет они там все будут? Мы боимся сразу, что будет через 3 месяца. Все, и сразу, и сейчас. Это же вопрос построения коммуны, можно сказать. Но это нужно ехать и там провести хотя бы 2-5 лет. Правильно Марина говорит. Надо сначала, можем как одну инициативу сделать, внедрить в программу школ, чтобы детей этому обучали. 12 лет. Вот они тогда вырастут, и тогда это появится. Нужно будет иметь принимать решения. Марина еще такую вещь, с чего начинала, ну или в середине встречи, тоже повлияло, о том, что Майдан на данный момент, это место, знаете, такой встречи разных регионов в том числе. То есть, если здесь внедрить, то как раз после того, как Майдан, в общем-то, он не может существовать вечно. Рано или поздно он вернется в регион, и он может эту идею нести уже туда. Это уже готовые активисты, которые могут... Идею нести туда уже сейчас. То есть, люди уже в Майдане. Сейчас приезжают, приезжают, да, да. То есть, сейчас уникальный момент, почему Майдан, и почему нужно этим заниматься, и, как бы, подумать, хорошо рассчитать свои силы, в плане того, сосредоточиться ли на этом сейчас. Потому что мы можем просто сейчас, знаете, растичься. То есть, меня тут немножко ругают, что я тут пытаюсь там разбить на группы, разделить сообщество, не хочу. И не буду, важно, рассчитать силы, чтобы, если есть возможность у нас подредиться на Майдане, чтобы это сделать, и сделать достаточно быстро. Потому что это точка, из которой она может простечься потом по регионам, в том числе. И не придется тогда физически ездить, везти. То есть, как через громадские рады это можно делать, так и через, собственно, Майдан. В Майдане быстро распространить можно через лидеровные. То есть, это штаб, там, ОМГ, ГРМ. То есть, надо работать, надо целовать. Но для этого... Но для этого нужно, вот первое, что вчера мы это обсуждали, причем загвоздка как-то первая, это нужна площадка, то есть, взять, тут же идти на Майд, работать с тем же идти на Майдане, где хотя бы поставить хотя бы первые три ноутбука с возможностью. И рядом с ними должны стоять люди, которые будут этот интерфейс немножко людям объяснять. Вот, то есть, это вот в этом, то есть, запустить с этого. В украинском доме так же можно делать. Можно в украинском доме. То есть, есть идея провести большую, ну, как бы, всеобщую ассамблей. То есть, студенческая ассамблея существует, и очень хотелось бы это расширять, как бы, и собирать весь Майдан. Кстати, буквально, позавчера я разговаривал с студенческой ассамблеей, им понравилась идея, мы будем встречаться, будем разговаривать по поводу ВОНа. Конечно, ну, вот это вопрос, как бы, если всеобщую ассамблею собрать, тогда можно конкретно сосредоточить на разных идеях. Ну, вот, то есть, вот, пиратская партия, этот вид демократии, и собирается рабочая группа на это, ну, как бы, оповещение такое все. Вот, по этому поводу, Марина, вот, как бы, вчера мы без вас немножко пытались обсудить вопрос, то есть, возникла тоже такая ситуация, стоит ли нам сейчас, ну, есть, есть, все занимаются всем, у нас, допустим, этот, вот, в Фейсбуке, где есть Майдочка, есть там активисты самые активные приходят на встречи, или, там, смотрят как-то, неважно. Вот, я предложила, может быть, так получилось, что она сама предложилась, ну, вот, есть три направления. Нам нужна техническая группа, которая будет заниматься непосредственно развёртыванием. Ну, грубо говоря, три направления. Направление первое, это развёртывание и поддержка. Второе, это технари, которые доработают интерфейс и сделают, возможно, инициализацию максимально быстрой. И третья группа, это, собственно, самая такая многочисленная, это группа, пиара, ну, в общем смысле этого слова. То есть, кто может работать с медиа, кто может работать с людьми, кто может работать с пиратскими радами. То есть, вот, есть ли нам смысл вот так вот, как у вас это, у вас организованы как-то вот такие части, или все занимаются всем, и как пойдёт? У нас организованы, но эти группы открыты, это самое главное. Нет, естественно. У нас есть сквот технический, там, администратор у себя, у нас это сквот называется пиратский. Есть, ну, пиаром занимаются как-то все, и пиар, пиар-отделения, кстати, у пиратской партии вообще нет. Не только по отношению к вопросам, не культуре, не культуре, а калактике. Тут просто занимаются всем. Ну, конечно, нет, ну, мы это называем шляпкой. Да, потому кто-то подходит, нам надо гораздо больше делать плакат на рекламу. Да, у тебя есть шляпка. Так, пожалуйста, иди сделай. Так только кто-то приходит и говорит, надо кому-то сделать, бери и делай. И действительно важно, чтобы вот люди на себе чувствовали такую ответственность. Вот на мне шляпка пиар, как я занимаюсь пиаром. Слушай, шляпка пиар проще, а со шляпкой, допустим, технического, там, написать кнопку в это, тут уже сложнее, потому что кто-то может предложить написать кнопку, а вот написать она и физически. С пиаром же говорят, там проще. Да, нет, конечно. То есть я считаю, что единственная вот группа, которая имеет смысл, это группа действительно техников, которые разрабатывают интерфейс и так дальше. Так, Степан, Марина, такой вопрос уже, может быть, не совсем по ракет, но по организации работы. Потому что мы сейчас пытаемся как раз организовать, мне кажется, более-менее эффективную работу. У вас, да как тут, то есть на каком-то этапе финансирование, так понимаю, было личное? У вас уже есть какое-то другое финансирование? Есть ли нанятые люди? Или вы до сих пор вот как бы живете? Нет, я имею в виду, что вот как бы... Во всей пиратской партии на федеральном уровне работают 4 человека. Все остальные на зарплате. Все остальные добровольно. И ни один из них не работает с ликвид-системой. А это у нас пресс-секретарь. На зарплате, я имею в виду. Да. С ликвид-система работает сам на добровольную. Да, что не дорого, потому что нужен один административ. Для текущего процесса. Установлено, один должен смотреть. А сервер, конечно, стоит. Это нужно... Это потемные деньги. Да. Нет, я просто... Я просто... Я... Почему? То есть мы сейчас начинаем организацию. Я хотела... Почему? Задала вопрос, чтобы знать, когда возникнет ли эта проблема у нас в ближайшее время. Мы не проходили этот... По поводу этого нет более общих вопросов. У нас есть маленькая группа, мы тут обсуждаем. У нас, собственно, нет у них умер на опыт от практической работы с этой системой. Не кажется ли вам резонт, ну, практическое создание инициатив, поставление задач, ну, у меня так точно нет. Кто хочет, кто? Сядь. Не считая долевым, Марина, что нам стоит, ну, вот, все эти вот эти вот наши обсуждения перевести в систему у ликвид-системы, да? Ну, и, ну, из фейсбука в систему, и там уже как-то обсуждать, голосовать, то есть перевести это на это говорение на разряд, как-то более... То есть так, ликвид-сидбэк всегда работает на базе общего... Это мой общий ответ, да? Сейчас я конкретно отвечу. Но мой общий ответ, ликвид-сидбэк всегда работает на базе обсуждения, которая происходит еще в других местах. По сути, она умудрится, и так дальше. Потому что сама дискуссия в ликвид-сидбэк настолько структурирована и настолько вот в одно направление, что какие-то мнения иногда обмениваться еще вне. Но, я считаю, это прекрасная идея, действительно, вот, некоторые вопросы, на которых вы заметили, вы просто зацепилились. Вот, надо нам группы или не надо? Действительно, вот, поставьте инициативу, так и считайте. Давайте маленькое предложение. У всех, кто здесь собрались, мы все сделаем полезное очень дело, если просто все в фейсбуке зайдем, зарегистрируем, подключимся к группе LQ, LB, подчеркивание, reduce account. Вот, если каждый туда зайдет, то там будет сказано, на какой сервер зайти, как зарегистрироваться, и там... А можно на группе LQ, только об этом просто написать? Да. Чего я не запоминаю? Это перед пью можно. Это уже не было написано. Там, по-моему, здесь, может, не все еще. У Киевсби, подчеркивание, июза. У меня два предложения. Во-первых, для украинского автобусного людей, это в первую очередь, действительно, назначить какие-то там дни встречи, реальных встреч. В мирное время, это может быть раз в две недели, два раза в десять. Может быть, сейчас нужно, там есть дети, эти встречи. Это уже должно оговариваться. А фейсбуком, к сожалению, в легко не все пробуются. Мы это знаем из опыта нашей организации в группе LQ. Почему? Каково желание, ну, там, электронную помощь. Нет, да. Ну, нужен какой-то вот такой вот действительно объединяющий инструмент. И тут вот мы очень хотели бы обратиться на нас за помощью европейских партнеров. Сейчас у нас очень большая затребованность именно в вопросе электронной коммерции. Вот то, что у нас обсуждается там два человека, вот все это, это все очень замечательно. Вот, к сожалению, для наших вводов в суд, это очень-очень важно, что значит. Когда начинается счет денег, вот тогда уже начинается совершенно конкретно сходство. Можете ли Вы нам оказать конкретную помощь, предоставить ссылки на документы Еврокомиссии, Сибири Европы тоже? Они не имеют такого отношения, например, к денежным вопросам, но они очень важны для того, чтобы сейчас нам что-то начинать. Мария, давайте я вас познакомлю с Амелией Андерс Доттер, если я правильно. Я знакомлю с ней. То есть, не проблема. То есть, вот, представитель ЧП в Европарламенте, она как раз... Не-не-не-не, нам нужна не только вот просто как бы личные контакты, нам нужно совершенно... Обратиться к ней с этой просьбой, она отрягается, она потому что мы с ней прекрасно работаем. Мы знаем, но вот для нас, для общительных организаций этого уровня достаточно. А для НКРЗИ, для ДССЗИ этого уровня недостаточно. Для них нужен уровень Еврокомиссии. Для них нужен уровень, например, там, допустим... Ну, эти материалы, наверное... ...постивальства Еврокомиссии в Украине. Но тут материалы и контакты, наверное, тоже Амелия лучше сможет плакать, чем... Я очень уверен. Ну, я очень успел, я просто вчера получила... Я очень посоветую вам действительно связаться с Амелией в этом вопросе. Она, наверное... Ну, это просто нам сейчас... Вот оно реально... Класс. ...очень... ...существенно... Я расскажу тебе в истории, почему Оксана поднялась. Вопрос. То есть, у нас сейчас государство будет идти регулировать интернет. То есть, вот, создать законы, которые регулируют интернет, строят определенные правила, барьеры... Все должны ходить строем в интернете вот так. То есть, мы повторяем... Начинаем сейчас повторять, прям очень быстро. Путь России, которая шла его полтора-два года, у нас сейчас его пройдут за 3-4 месяца. Если посмотреть те изменения, которые были внесены в закон об авторских смежных правах, они в течение суток могут уничтожить любой сайт. Серьезно, я должна... Без суда и следствия. ...нести коррективы в этот контрабьюшен. То есть, у нас 11 октября действительно был круглый столб в парламенте с участием всех, кто в госструктуре. Вот. И после этого я уже получила очень много отзывов, что они не хотят идти по российскому сценарию. И они просят от нас, от общественных структур, вот, сейчас дать им очень конкретные посылы, очень конкретные наработки, что можно делать, что нельзя делать. Это именно то, о чем я говорила на круглом столе, и что, к сожалению, не услышали. У нас есть очень много инициатив. У нас с 2005, по-моему, года говорили о том, что нужно сделать, чего нельзя делать. Говорили разные структуры. Вот наша структура работает с 2011 года. Мы молодые еще. Мы готовы поддерживать всех. То, что соответствует нашему видению. И мы готовы все это свести в один какой-то Google Docs. Извините, пожалуйста. Вот. И, пожалуйста, предложить всем редактировать. На английском, на украинском, на русском, на каком угодно языке. Аксанта, а можно... Какие предложения или конституции приобрести на уровне вот, вот, того круглого стола, который... Я сегодня, я вот сейчас вернусь домой. Давайте попробуем. Там, на самом деле, где-то две секунды. Там собралась очень интересная аудитория. Это были представители бизнеса, представители общественных структур, представители государственных структур, в верхушке государственных структур, которые обсуждали проблемы, вот, как раз, регулирования интернета. И есть ли... Вот еще одна площадка, где можно использовать реальность, сейчас использовать его. Ну, вот я и записал, что нужно поднять тогда этот вопрос, и действительно пропустить. То есть пользователи интернета должны дать, действительно, какое-то взвешенное решение, что должно подвергаться какой-то ограничению или цензуре в интернете, да, чтобы не было меньше дезинформации. Какая должна быть эта встреча? Марина, про Ваш, нам все равно нужно встречаться. Потому что, вот, заметьте, мы за те три встречи, которые, я говорю, вживую, у нас было-то три человека там вчера, мы все равно больше выработали каких-то уже результативных решений, чем то, что мы обсуждаем в Фейсбуке. Фейсбук замечательно, вот, площадка такого широкого обсуждения и подкидывания идей. Но конкретизация вот каких-то шагов должна происходить при встрече, да. Обязательно. Марина, у меня такой еще вопрос. Смотрите, он раньше возник, я про него вспомнила. Вопрос персонализации Ваши, то есть есть вот широкая структура, которая там работает, эта система, да, ликвидит. Но, тем не менее, все равно есть говорящие головы, ну, извиняюсь, у нас их так называют. Это те люди, которые представляют, собственно говоря, эту систему. Каким образом у Вас происходит выбор вот этих людей? Ну, и следующий вопрос, это, ну, депутаты, соответственно, тоже, они же, как бы, каким-то образом, вот, то есть, вот как вот эта персонализация, как она сочетается с вот этой вот свободной этой системой? И как Вы это решили? Это огромная, огромная проблема. У нас в пиратской партии вот мы на этом и попали. Потому что у нас, мы говорили, тема вместо головы, это не получается. Потому что, если Вы хотите достать большую массу людей, Вам нужны СМИ. А СМИ без лиц не работают. Поэтому нужны лица. У нас проблема такая, что лица появлялись даже, был интерес к ним большой, и они были очень популярны. А партия их свергала, потому что они получали, как бы, много власти. Потому что они могли говорить за партию. И там было такое, ну, завидовали. Просто почему он, а не я? И с ними обращались хорошо. Поэтому вот все у нас талантливые люди, молодые люди, которые хорошо умели объясняли, не ушли. Я сейчас закончу рассказ. Ликвид Фидбэк на самом деле с этим. Вот если не обращаться с этим Ликвид Фидбэк, Ликвид Фидбэк замечательно с этим работает. Потому что вот, например, я, я постоянно в немецких ток-шоу. Я постоянно на экране телевизора, я постоянно в газете, меня все спрашивают. При этом у меня очень мало времени остается, действительно, участвовать в системе Ликвид Фидбэк. У меня, на меня делегаций почти нет. Там людей каких-то 12, у других 300. Ну, да, да, да. Почти нет. Почему? Потому что они ничего не делают. Они видят реально, что я в системе делаю, и на меня не очень делегируют. То есть это прекрасно сочетается. Важно то, что кто-то делает в системе. Совершенно не мешает, что продают эту систему. Как вы решили проблему выбора вот этих продавцов? Или вы ее еще пока не решили? Ну, у нас, за нас эту проблему решают, решают немецкие газеты и журналисты. Потому что разговаривают, конечно, с людьми с какой-то легитимацией. А легитимация появляется, когда вот ты председатель там чего-то. Со мной разговаривают мюнстерские газеты, если я председатель партии Мюнстера. Председателем вы стали в результате выборов? Выборов в системе или? А, точно. Система не разрешает выборов людей. Только темы. У нас есть два раза в году съезды настоящие. И мы один из них используем, чтобы избирать председатель. Все совершенно классически, грудем, бумажками. Ну, это консультационная система. Да. Она бы могла... Мы бы могли платформу, скажем, партии строить в системе, а лидеров партии избирать в системе. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. На 4 октября у нас был форум «Медиа за информационное общество». И мы там организовали конкурс для журналистов, которые улучшат зону. Алло. Это стейкл для модов в управлении интернетом. То есть это участие не только в госструктур, но и бизнеса, и общественности в том, каким образом принимать решения. А сейчас у нас будет такая вот сертификация. Мы не нашли спонсора для того, чтобы профинансировать поездку победителя этого конкурса в Берлин в июне месяце на европейский диалог по управлению интернетом. Это была как бы наша фишка этого конкурса. Нам охищался Европы. На данный момент нам сказали, что в связи с нестабильной ситуацией в Украине наши проекции откладывались. Мы очень просим, пожалуйста. И кроме того, мы очень хорошо знаем, что именно немецкое посольство визу. Ну, самое страшное, я не знаю, визу. По получению визов. Мы очень хотим пригласить посла в Германию, в Украине, в том числе, на наше мероприятие, чтобы в том числе и гарантировать, что наш победитель получит такие визы. У меня весь, у меня уже три паспорта. Совсем не эти деньги. Вы мне можете эту информацию присылать письменно? Конечно. У меня визитки нету, я вам сейчас сделаю. Слегнялся. Да? Хорошо. Спасибо. Тогда это... Я, конечно... У меня не втикакие личные отношения с послом Германии в Украине. Но я попробую... Костянский демократ. Да, конечно. Но я попробую все равно с вами. Я думаю, да. Если вы с ними не имеете в виду, то я буду читать. Я думаю, что это не визитка. Я бы не писал вам видеоal. Я видел. Я видел. Я видел… Да, там. Они своеобразные, мам.